В Дербенте прошел самый крупный турнир в Южном Дагестане по грэпплингу на призы Муфтия Дагестана шейха Ахмада Афанди. В открытом чемпионате приняли участие более 100 грэпплеров. Подробнее о турнире и победителях Камзат Нурмагомедов. На торжественную церемонию открытия приехали представители администрации города, заместители Муфтия, именитые дагестанские спортсмены и общественные деятели. В своих обращениях выступающие призвали молодежь ставить перед собой высокие цели и всегда оставаться добропорядочными гражданами своей родины. Большую благодарность Министерству спорта и всем представителям Муфтия, которые уделяют большое внимание развитию детско-юношеского спорта, взрослого спорта. И не случайно сегодня в этих соревнованиях принимают участие и школьники, и взрослые, и авторитетные спортсмены, которые добиваются в больших высоких результатах на различных спортивных аренах. Муфтия республики, шейх Ахмад Афанди, выражает свое желание привить в сердцах нашей молодежи желание к спорту, оживить эту сумму, и чтобы они были заняты полезным, были всегда спортивно потянутыми, готовыми, как призывает ислам к этому всех людей. Поддержать участников турнира прибыли не только родственники и друзья, но и действующие чемпионы мира, олимпийские чемпионы, звезды мирового уровня, которых ни один подобный турнир в Дербенте ни разу не видел. Отрадно, что она проводится именно в честь Муфтия республики сегодня, шейха Ахмад Хаджи Адулаева. И, конечно, это будет, наверное, таким шагом объединения, братства, чтобы мы, несмотря на то, какой нации, дай Аллах, чтобы это было объединение наших целей, наши дагестанские умы. Главное, чтобы характером, чтобы боролись духом и заниматься надо. Надо ходить, тренироваться. И желаю всем спортсменам удачи, сильнейших победителей. Выступить на грандиозном турнире съехали спортсмены из-за разных аулов и городов Южного Дагестана. Первенство проходит среди юниоров и взрослых. Участвуют не только новоиспечённые, но и опытные греплеры. Меня смотивировало, что этот турнир организован в честь Муфтия, шейха Ахмада Афанди. Именно это мотивация дает, чтобы побежать. Муфтия от республики с давних пор уделяет пристальное внимание духовно-нравственному воспитанию молодёжи Южного Дагестана. После предложения руководства спортклуба «Фалкон» провести турнир по грепплингу, Муфтия от Дагестана принял решение посодействовать этой инициативе. Я думаю, что это на сегодняшний день самый масштабный турнир, который здесь проходил. Ребята получат ценные призы. И огромное отдельное спасибо Ахмад Хаджи Абулаеву, Муфтия республики, который помог провести этот турнир. В чью честь проводится этот турнир, что в свою очередь говорит нам о том, что этот вид спорта признан мусульманами. И действительно, грепплинг объединил в себе техники всех борцовских школ. В этом виде единобор запрещено нанесение ударов и использование оружия. При этом ограничение в использовании болевых и удушающих приёмов минимально. Грепплинг – это исключительно умный вид борьбы. И решающий значение имеет не грубая сила и функциональная форма, а прежде всего технический арсенал спортсмена. Об этом свидетельствует борцовский ковёр. Атмосфера в зале накалена до предела. Несмотря на удушливую жару, спортсмены на ковре выкладываются по полной. К упорной борьбе грепплеры Южного Дагестана выявляют чемпионов. Ну, то, что нам тренер говорил, гонял нас. Но это привело до нас в обеде. В качестве участника выступил 20-летний Мухаммад Гасанханов. У него сражения присутствуют физические ограничения. Обучается в исламском мидресе имени Мухаммада Яракского в посёлке Хазар. Несмотря на трудности, связанные с физическими особенностями, вышел на ковёр наравне с остальными. И по итогам турнира, уступив лишь в финале, своему оппоненту занял второе место. Честно говоря, я сам боялся, выступаю. Говорили, выступал, сейчас встал второе место. Как отмечают организаторы, такое количество участников и болельщиков, спортивных звёзд и именитых личностей приехал в Дербет на спортивный турнир впервые. Почётные гости вручили победителям, призёрам от имени Муфтия Дагестана, шейх Ахмад Афадид, ценные подарки, в том числе кубки, медали грамоты и спортивную форму.